Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ Дорогие друзья, всем доброе утро! В студии Лизы Калинина по-прежнему Никита Некрасова Молодец, нормально Здесь, да, я уже здесь, нас объединяют И у нас прекрасная композиция прозвучала не просто так в эфире Многие, наверное, узнали группу Летать Нас в гостях сегодня Полина Новикова Солистка группы Летать, Полина, здравствуй Всем привет! Доброе утро! Как ты с утра? Отлично, мне вставать тяжело, конечно, мне вставать рано Но я легла пораньше, все, уже даже Подготовилась По всяким случаям распелась, да, мало ли что То есть ты обычно в такое время не встаешь? Вообще нет А во сколько ты встаешь? Сейчас меня все будут Да ладно До 11 я точно люблю поспорить Ну, если бы ты сказала до трех Ладно, ложусь в 9 вечера Бой гема, видишь, как бог гема Это мы с тобой, крестьяне Ну, ложусь, встаем в 5 утра Нормально, хватит, что ты, не смущай Вот сейчас мы посмотрели клип Очень трогательный Но достаточно такой страстный, откровенный Ну, были такие сцены, по крайней мере Ты не смущалась? Как бы тебе комфортно было сниматься? Ой, конечно, смущалась Это первый раз у меня был такой опыт Играть любовь Разошлась У нас была даже репетиция Съемок, да? Чтобы привыкнуть друг к другу А во время съемок, помню, я даже расплакалась со страху Что я так не могу Я говорю, человека второй раз в жизни вижу Но потом все Все расслабились Ну, просто дурачились Ну, насколько я помню С прошлой встречи, которая здесь же в этой студии состояла с тобой Когда ты презентовала это видео самое Ты говорила, что достаточно профессиональный актер Который смог помочь сделать все здорово С актером мне очень повезло Это Владимир Гуськов Многие вы, может, знают Очень известный Алексей Гуськов Сейчас играет в театре Маяковского Очень талантливый парень И прям очень веселый, простой Мне вот очень с ним было легко И он тебе помогал, да? Да, я просто была такой, какая я есть Это было самое главное Потому что не страшно было показаться где-то и смешной Где-то там какой-то дурацкой Ну, были такие, какие есть Ну, хорошо Ну, я тебе хочу сказать, что Ну, это мое личное мнение И я, когда увидел видео и услышал песню Мне показалось, что действительно Такой музыки давно не хватало Вот, поэтому С удовольствием Каждый раз смотрю и слушаю Здорово Спасибо большое Но я хочу сказать всем нашим слушателям и зрителям Во-первых, вы можете заходить в нашу группу Страна ФМ ВКонтакте Чтобы задать вопрос Полине Если он у вас имеется Мы все вопросы переправим Мы, естественно, все отфильтруем Так, чтобы Полину не шокировать Вашими откровениями Вот Ну, и, конечно же, Полина пришла не с пустыми руками Это видео и песни Которая сегодня будет презентована Она у нас в эфире уже появилась Да То есть это не прямо премьера-премьера Но Полина Называется «Лети-лети, моя душа» Да, «Лети-лети, моя душа» Но Полина сейчас нам расскажет Об этой песне и видео поподробнее Что это, когда это, кто снимал Вот давай прям все выкладывай Ой, нет, для нас на самом деле Для меня лично важный день и премьера, можно сказать Потому что вот первый эфир Такой, так здорово, что у вас Потому что мы просто фанаты Всегда слушаем вас У меня в машине страна ФМ Так, это прекрасно Вот И, да, клип такой получилось Целое кино Я, наверное, про каждый клип так говорю Потому что мы подходим очень серьезно Как-то к съемкам Это видно, это на самом деле видно Хотим сделать небольшой фильм То есть, а как ты задаешься таким запросом, что ли Что должен быть профессиональный режиссер Я хочу такую мини-документальную работу Как будто Или наоборот художник У нас просто есть какие-то сложились хорошие отношения Из компании как раз киношников И поэтому там, да, работа именно не клипмейкеры Где-то там киношники И в этот раз у нас был режиссер Прекрасный режиссер Владимир Щегольков Кстати, ну, многие его могут знать по фильму Вот шел в кинотеатре буквально недавно С пяти до семи Ну, кто знает, кто не знает В общем, режиссер прекрасный И оператор замечательный В общем, с командой повезло В клипе снялось порядка девяносто актеров Ого! Серьезно Мы просто, да, показывали Как разные люди, да, в нашей стране Празднуют Новый год Так что мы собрали Как вовремя Да Просто всех-всех на свете И было очень весело Просто, наверное, это были самые веселые съемки Вот А как собирали? То есть были люди Которые собирали массовку Делали кастинг актеров Да, целая огромная команда была Да, и даже не то, что кастинги Были и подростки, и войнахи мы нашли И узбеков мы нашли Каких-то профессиональных актеров Просто всех Позови меня в следующий клип Я сыграла с удовольствием Паша, почему никогда? Я очень хочу Я за раз маленько буду шукаток украински Например, могу другое На другом языке Я тебе хочу сказать, что когда я готовился к эфиру Я прошустрил соцсети и ваши И вообще, в принципе, на просторах интерната Поползал и прочитал комментарии И очень многие люди Это вот как раз Количество людей, снявшихся у тебя в клипе Говорят, что фантастически подобраны актеры И что все люди на своих местах Это правда Актеры действительно очень хорошо были подобраны Причем, на самом деле, большая часть людей Это не профессиональные актеры Потому что люди Но настолько они вжились в роль Наверное, просто это была их роль И все получали такое удовольствие Мы смотрели эти кадры У нас была просто истерика Мы хохотали просто до слез Пойти и сделать, вместить все А ты участвуешь в работе, когда клип монтируется? То есть ты отслеживаешь или доверяешь? А нет, меня не пускают Не пускают Как же так? Мне показывают уже какую-то версию Я даю какие-то комментарии Нравится, не нравится Они их учитывают Да, ну потому что иначе, на самом деле Если меня пустят к монтажу Это будет год монтировать Потому что я буду презираться Каждые вообще мелочи И правильно делают А то есть ты такая перфекционистка? Ну, мне кажется, каждый Себя любит критиковать Улучшает, улучшает, да Вот легче, правда, делегировать С тем людям, которые занимаются этим Профессионально, да, профильно И уже не дергаться, что ли В общем, совсем скоро у нас Прозвучит новая композиция И новый клип Лети, лети моя душа А я вот хотел спросить 12 июня у группы вышел EP Так называемый коротенький альбомчик Да, давно было Давно было, да В него вошло 6 песен И среди этих песен Нет той песни и видео Которое сегодня у нас здесь презентуется Значит ли это Что это значит? Что грядет, может быть, лонгплей Да, уже давно Нас спрашивают об этом И все в ожидании Просто на тот момент Группа летать еще не так Много людей вообще знала И мы Это скорее было для себя А, да? Очень приятно Что мы выпустили первый EP И скорее это был такой EP для друзей Но потому что Никто его Мне кажется, мало вообще Кто его знает Я тебя прекрасно понимаю Это его существование Вот, поэтому мы подумали Что лучше дождаться верного момента Когда уже это будет действительно Вау Логично, да То есть все вот эти песни 6 штук Они войдут в лонгплей? Не уверена Сейчас я их даже Некоторые не могу слышать Это было так давно И думаю, господи, какой кошмар Давайте их удалим Надо все переписать Я надеюсь, ты сейчас не будешь Так реагировать на Сейчас нет Новую работу Ты как перфекционистка И наверняка Ты себя окружила Такими же музыкантами А музыканты-перфекционисты Они склонны к тому Чтобы зайти Послушать Сказать Не, все не так Давай перепишем И переписывать 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 Так и жизнь прошла На самом деле У нас еще много песен Уже есть в записи Прям на альбома 2 точно Ух ты Ничего себе Мы ждем Нужного момента И надеемся, что уже скоро Скоро, я думаю, он состоится В общем Не томим Ни слушатели, ни зрители Друзья, прямо сейчас у нас На наших экранах И в наших приемниках Состоится премьера Клипа и песни Кстати Вот кто Кто является автором песни? Вот что я хочу Ты сопиешь или ты сама? Я пишу Начала не так давно Писать некоторые песни сама Но автор этой песни И вообще многих песен Сергей Новиков Угу То есть это такой Карманный автор Да, все Поэт Ну, да Свой Он везет С автором А что-то, если говорить О лонгплее Что-то твое Что ты начала писать? Оно Там пока еще Нету, но будет И вот сегодня Если вдруг Даже гитарист Может быть Сможет присоединиться к нам Хотя вряд ли Мы бы могли бы Сыграть песню Про гитариста тоже расскажем К сожалению Не успел добраться к нам Ну пока еще время есть Должна была в доете прийти Да Ну не страшно Ну не страшно Да Мы желаем ему Чтобы он скорее к нам Добрался по московским дорогам Так, Полина У тебя 20 секунд 18-17 Чтобы представить Правильную композицию Которая сейчас прозвучит И видео Да, значит, друзья Сейчас прям Важный-важный момент Лети-лети моя душа Наш новый клип Новогодний клип И мы надеемся Что он прямо Создаст это новогоднее настроение Будет вообще везде Каждый новый год Которого так не хватает Смотрим и слушаем Я заказала Я заплатила Но было мало 30 подарков Большая елка Конфетти и паркет в иголках Гости едут Бьется посуда И бывший муж Из ниоткуда Кошек, собак Отдаем в приюты Нет ни одной Свободной минуты Если будем Живы с утра Будем верить Все было не зря Лети-лети моя душа Не спеша Как снег Лети-лети моя душа Не дыша И над хрустальной тишиной Вдоль замерзший грех Лети-лети моя душа Лети И пой Я танцевала Я загадала Я выпивала Но было мало Речь президента Куранта в бой А сейчас мы пьем за любовь Начались Тосты и крики Подрались Но без полиции И дискотека Колбасит вновь И опять мы пьем за любовь Если будем Живы с утра Будем верить Все было не зря Лети-лети моя душа Не спеша Как снег Лети-лети моя душа Не дыша И над хрустальной тишиной Вдоль замерзший грех Лети-лети моя душа Лети-лети моя душа Лети-лети моя душа Не спеша Как снег Лети-лети моя душа Не дыша Не дыша Не дыша И над хрустальной тишиной Вдоль замерзший грех Лети-лети моя душа Лети и пой Я танцевала Я загадала Я выпивала Но было мало Я танцевала Я загадала Я выпивала Но было мало Я танцевала Я загадала Я выпивала Но было мало Я танцевала Я загадала Я выпивала Но было мало Доброе утро Еще раз, дорогие друзья В студии Лиза Калинина Никита Некрасов И в гостях у нас сегодня Солистка Замечательной группы «Летать» Полина Новикова Полина, еще раз Доброе утро У нас только что состоялась Ну, так скажем Премьера Да новой песни, нового клипа «Лети, лети, моя душа», новогодняя композиция такая, вот выходит она в декабре, все как нужно. И действительно много актеров, много таких историй. В общем, Полина играет девушку, которую кинул молодой человек, она одна ждет, ждет. Он не кинул, он просто опоздал. Он исправился. Как и наш гитарист сегодня. Ой, сильно опоздал, что твоя героиня там уже билась в истерике. Да, я была Ля Бриджи Джонс, да, с бутылкой шампанского. Полина, скажи, пожалуйста, как проходят твои новые года обычно. Да, мои новые года. Ну, в видео просто как раз именно о встреч, моменте встреч нового года речь идет, поэтому и вопрос. Что у тебя? Ну, может, не настолько трешово, хотя кто знает, может быть, я не хочу раскрывать все тайны встреч нового года, но обычно ездим к моим родителям, потому что с родителями мне повезло, у них самые такие суперские тусовки, мне даже с ними веселее, чем с друзьями, у них вечно набирается человек тридцать, и все гуляют, мы поем песни до утра под гитару, все на свете, это очень весело, ходим в баню, салюты, шутки. Какой самый запоминающийся Новый год был у тебя? Раз так вот, если вспомнить. Вот как раз, наверное, этот Новый год. Вот этот, который с шестнадцатого на семнадцатый. Да, да, отлично. Да, вообще каждый Новый год очень хороший. Да, всегда семьей, да? Не всегда. Был период, когда я с друзьями отмечала, а потом поняла, что с друзьями весело, но все-таки Новый год это семейный праздник, и я это правда поняла, потому что вот мне не хватало именно какой-то атмосферы вот с детства. Теплоты, душевные. Вспоминания, вот это вот ощущение детства, когда у тебя там бабушки, дедушки, вот эта вот теплота, а тут ее нет. Ну, с друзьями ты можешь и так в любой момент там, не знаю, сходить потусоваться, а тут вот чего-то родное. Ну, вот группа летать сейчас набирает высоту и обороты. Скажи, пожалуйста, уже есть в планах Новый год встречать не дома, а где-нибудь играть на какой-нибудь площадке, разудало, и Новый год отметить потом уже? Это было бы, конечно, круто, мне кажется, любой артист. Хотя, кто знает, любой артист мечтает играть и работать в Новый год, но это тоже весело. Конечно. Это классно. Такая вообще взрыв эмоций, энергии с людьми вместе отжигать. Но этот Новый год нет, пока нет. Пока, то есть нет. Но мы можем сейчас во всеуслышание на всю страну сказать, друзья, группа летать, и Полин Нойкова пока не имеют планов на грядущие мероприятия новогодние, поэтому обращайтесь, обращайтесь, давайте, да. Смотри, вот у тебя все-таки клипы, как мы уже успели заметить, короткометражки. Концептуальные? Да. Какие-то планы есть уже? Еще какие-то композиции ждут своей видеосъемки? Есть. У нас в запасе есть очень давний клип, который ждет уже, в своей очереди, года два. Ну-ка, где-то будет бомба, ребята, я вам скажу так, правда. Он снимался... А, то есть на Байкале. Уже снимали. Уже снимали. Он уже снят. А-а-а. Снимали мы его на Байкале зимой. Безумно вообще. Ну, правда, клип очень красивый. И, конечно, очень скромный, наверное, но кто видел в узких кругах, прямо мы с нетерпением ждем. Скажи, а для тебя принципиально всегда, чтобы ты была в кадре? Или это, может быть, просто какая-то история? Если честно, противопределить и моя душа, я вообще наставила, ну, не то, что наставила, но думала, зачем? Мне это не обязательно абсолютно. Там могут быть абсолютно любые персонажи, герои, и не обязательно быть мне в главной роли. Ну, вот как-то так вышло. У нас звонит в WhatsApp, друзья. Я вам хочу сказать, что если вы хотите по линии задать вопросы, не надо в WhatsApp звонить. Пишите. Мы не можем подойти к этому эфирному телефону. Сюда только писать. 8-909-928-189-9. А то вы жужжите на столе у нас, а мы сделать больше не можем. Друзья, если хотите еще задавать вопросы, то у нас есть группа ВКонтакте «Страна.фм». Там отдельный пост. Тоже можете по линии задавать свои вопросы. И нам можете задавать свои вопросы. Обязательно. Я с удовольствием отвечу. Итак, то есть на Байкале уже прошли съемки. Даже два раза на вас пришлось летать. Что так? Что так? Почему? Вообще, это был реально первый, самый первый клип группы «Летать». Это смешно. И он еще не вышел. Все уже спрашивают, где же он, когда же он будет. Потому что все время думали, ну вот были моменты, когда раз, сочиналась песня «Там, где тебе нет». Думаю, так, «Там, где тебе нет». Давайте на нее сделаем ставку. Ну, следующий клип, да, все. Следующий там с Байкала. Потом там дурочка был клип. Потом вот сейчас, оп, ну Новый год же, ну куда? Не то, не то. Да, не то. Подождет. И вот он ждет в своей очереди, значит, он должен выстрелить тогда, когда надо. Вот. Но, кстати, про клип «Летели, лети, моя душа» тоже хотела сказать. Такой абсолютно не наш формат, на самом деле, песни. И это очень, наверное, интересно. Конечно, интересно. И очень приношет. Такая, как мы сказали все с ребятами, что, наверное, такой шанс для группы «Летать» стать где-то народной группой. Правильно. Я слышу, ты всегда говоришь всему свое время, чтобы было вовремя. То есть ты веришь в такие понятия, да, что должен прийти нужный момент. Как-то, мне кажется, у тебя такая философия, да, что ты веришь в случай, что ли? Да, это тоже. Да? Я считаю, что все всегда не просто так, и все должно быть в определенный момент. Ну вот если возвращаться к видеоработам, предыдущее видео, которое ты здесь же в нашей студии презентовала, снималось в Крыму, насколько я знаю. Ты говоришь еще, что снимался клип на Байкале. Почему такой выбор? Почему наши широты вот эти все? Почему не Дубай, вот это все там, Ницца, еще что-то? Почему группа летать туда не летит? Вот мы снимали клип на песню «Дурочка», снимали в Волгограде. Вот снова? Нам не обязательно, да. И многие думали, ой, ребята, вы что там в Техасе где-то снимали. И зачем мне обязательно лететь куда-то? У нас такие красивые просторы, вообще такие красивые места. Зачем? Ну это же модно! Модно приехать вот это там Барселона, вот эти волны, так тачки, девчонки, мальчишки. Нет, каждому свое, каждому свое. Но мы, да, за модой мы не гонимся, мы гонимся за красотой и искусством. Это класс, это класс. Но съемки, правда, очень красивые, особенно в Крыму. Да, конечно. Лиза, кстати, да, и оттуда, из крымских широт. Да, 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 это, конечно, всегда приятно. Увидеть, что-то узнать. Мне нравится, кстати, такой подход, когда люди уже сняли клип, он уже готов, понимаешь, и ждут, когда песни-то берут. Это я тебе хочу сказать, и Полине хочу сказать, это замечательно, когда есть такая возможность. Обычно все происходит, я на своей шкуре испытал, да, в последний момент. А то и уже альбом вышел, и ты думаешь, а не снять ли мне видео? Хотя по всем законам жанра должно быть чуть-чуть наоборот вышло. Песни лети-лети, моя душа была именно так. У нас было буквально три недели, чтобы придумать сценарий клипа, его снять, смонтировать и выпустить, потому что это было просто... Мы долго-долго, у нас прям была задача, мы очень хотели к Новому году написать, наверное, новогоднюю песню. И вот последние месяца-два вот прям мы реально сидели в студии, этим занимались. Мы говорим, так, нужен супер-хит, супер-хит. Мы не знаем, конечно, оценили ли люди этот супер-хит. Да, оценят, конечно. Оценят, конечно. Претендуем же на народную группу. Это песни запоминающиеся. Так что, как только она сочинилась, мы поняли, так срочно-срочно нужно что-то снимать. Что-то делать. Еще и собрали там сколько, 80 человек? 90. 90. Оперативно. Идея сразу пришла в голову. Так, друзья, у нас небольшой перерыв, прервемся мы на рекламу. Я вам напоминаю, что у нас в студии Полина Новикова, солистка-лидер группы «Летать». Если есть вопросы, группа «Страна.фм. Вконтакте» к вашим услугам. Заходите, пишите, Полине все передадим. Полина в эфире ответит. Оставайтесь с нами и скоро вернемся. Утро страны на телерадиоканале «Страна.фм». Доброе утро, дорогие друзья. Лиза Калинина, Никита Некрасов здесь, в студии телерадиоканала «Страна.фм». Остаются. Ола-ла. И пока еще остается с нами Полина Новикова, солистка-лидер группы «Летать». Полин, доброе утро. Доброе. И я вот какой хотел вопрос тебе задать. Ну-ка. Что ну-ка? Ну, задавай. Сейчас очень модно делать Леголайз. Помнишь, к нам приходил и говорит «Люблю я коллаборации». Коллаборации? Вот. Миксы такие, да? В общем, дуэты. Полин, скажи, пожалуйста, с кем бы тебе хотелось сделать дуэтную композицию? Есть у нас одна песня новая. Не моя песня. Уже записана? Уже клип есть, значит? И вот человек, кстати, сейчас смотрит нас в прямом эфире. Это песня Фила Крышкова, солиста группы «Моды». А это новая песня, и мы все мучаемся, выбираем, подбираем тексты, и песня прям, как нам кажется, очень классная. Она конкретно дуэтная, и мы бы хотели ее спеть вместе. Так что, может быть, уже... Мы планируем, АВАК-февралью не знаю. Вообще, вот в плане... Записать. В мечтах, давай так. В мечтах, да, да, да. С кем хотелось бы? У Эмина, допустим, вот сейчас вышел альбом, который так и называется скромно «Дуэтный альбом». В него вошло, по-моему, 20 или 21 песни, и они все дуэтные. Вот, вот с кем бы хотелось... Если честно, я даже не думала про дуэты. Может, и западных даже. Просто мечта. Западных это было бы круто спеть с листом Coldplay Крисом Марцем. Это было бы круто. Предпочтения музыкальные, да? Да, Полин, ну это здорово. Coldplay классные. Еще, может быть... Ну, Зимфира, мой просто... Я фанат. Я всегда это говорю. Я тебе хочу раскрыть секрет, что Зимфира каждое утро слушает телерадиоканал «Страна Афм», и сейчас просто Зимфира сказала «Окей». Так что жди. Ну, тогда все. И все, больше ни с кем. Просто так, если честно, сложно сказать, я даже не думаю. Хотя бы третьего. Зимфира, Coldplay... И еще один. Еще один. Ну ладно, нет так нет. Ну, что же делать. Придет. Не все достойно. Правильно так и все. У нас в студии не так много времени. Давай расскажем, где найти тебя. Да. Где найти тебя. Какие планы. По поводу концертов. Ближайший концерт у нас, скорее всего, будет в январе, когда уже все отметят Новый год. Успокоятся немножко. Все успокоятся, да, придут в себя и смогут добраться до концерта. Лети-лети вы уже. Группа «Летать». И снова отметить Новый год вместе с песней «Лети-лети, моя душа». Вспомнить, как это было. Старый Новый год уже, видимо. Старый Новый год. Правильно. Всю информацию, да, у нас можно узнать о нас в соцсетях. Это группы ВКонтакте, Фейсбуке, группа «Летать». И, конечно же, Инстаграм, «Летать-бэнд». Либо у меня на страничке то же самое. Это Полина Новикова. Все, что есть. Все, ищите, да. Все, все есть. Мы каждый день выкладываем, помимо информации, очень какие-то смешные либо фотки, видеоролики с репетицией. Это всегда очень весело и интересно. Общаешься с поклонниками? Ну, так, чтобы в легкую. Просто многие говорят, я не хочу. Да ладно. Нет, некоторые, многие пишут, и такие пишут приятные сообщения и комплименты по поводу наших клипов. И я всегда отвечаю, потому что, ну, конечно, это очень ценно, когда люди так реагируют. Здорово. Ну что ж, Полина, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Мы тебе желаем хороших предновогодних дней, классного настроения. Отлично отмечить. Семейный Новый год, да, это всегда очень трогательно. Спасибо тебе огромное. Друзья, а я хочу напомнить, у нас в гостях была солистка группы «Летать» Полина Новикова. Надеюсь, увидимся. Ну и в клипе снимемся, мы же договоримся. Пока.